Благодарность Бог хочет, чтобы мы замечали все мелочи, на наш взгляд, ежедневные, за то, что мы проснулись сегодня утром, за вошедшее солнце, за весь этот мир вокруг. Во всем этом заслуга только Бога. Я думаю, все сталкивались с ситуацией, когда вы что-то делали хорошее, доброе людям, а люди это воспринимали как должное и неблагодаримое. Как эргонистично порой поступают дети с родителями. Ведь родители стараются делать для детей самое лучшее, все, заботятся они, одевают, обувают, кормят. А дети, в свою очередь, принимают это за должное и элементарно забывают или меняться, сказать слово благодарности, спасибо. А ведь это такое несущественное слово, на первый взгляд, как спасибо, оно мотивирует нас благословлять детей еще больше. Вот, ведь так, наверное, правда? И так и мы порой относимся к нашему Богу, как капризные, избалованные дети. А Господь ждет, чтобы мы благодарили Его за все. Во всем нужно видеть Божью руку и нашего Создателя. Знаете, когда Бог что-то делает крупное для нас, серьезное, к примеру, исцелил от рака, спас наших родных, близких, мы видим это и говорим, о, слава Богу, Бог сотворил чудо. Но Он ежедневно кормит нас, благословляет нас, и мы это должны замечать и помнить. Для примера Благодарности я бы хотел зачитать такие стихи из Луки 17, 11, 19. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять, как они не возвратились, воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника. Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеев, и когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, Он сказал, войдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал вниз к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарянин. И тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять, как они не возвратились, воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника. И сказал Ему, встань и иди, твоя вера спасла тебя. Вот, знаете, судя по этим стихам, вроде бы исцелились десять, а поблагодарить Иисуса вернулся только один. И получается, что девять исцелились внешне, а один не только внешне, а и внутри. Где вера, там всегда и благодарность. Я очень нашел интересную фразу, мне понравилось. Когда ваше сердце полно благодарности, любая дверь, которая окажется закрытой, сможет привести вас к удивительным открытиям. Неблагодарные люди измеряют свою жизнь тем, чего бы они хотели, а не тем, что Бог им дал. Они измеряют свою жизнь тем, чего у них нет, а не тем, что у них есть. Дорогие братья и сестры, давайте же будем стремиться видеть во всем Божью руку и быть Ему за это благодарным. Спасибо.